Всем привет! Сегодня начинаем разбирать трафик социальных сетей. И давайте вспомним, что социальные сети предоставляют нам уникальную возможность непосредственного контакта с потребителем, то есть непосредственного контакта с живыми людьми, живым человеком. На сегодняшний день социальные сети это одна из самых эффективных и быстро развивающихся площадок для привлечения трафика. И в данном тренинге мы будем рассматривать трафик только из социальной сети ВКонтакте. На это есть несколько причин. Во-первых, как мы помним по рейтингу сайтов, ВКонтакте занимает второе место по России. То есть здесь сосредоточена добрая половина всех пользователей Рунета, ну и наверное даже больше. Во-вторых, реклама ВКонтакте имеет очень гибкие настройки и называется она таргетированная реклама. Это означает, что вашу рекламную кампанию можно настроить под точно заданную целевую аудиторию, а именно подобрать возраст, подобрать интересы и даже мировоззрение. Все это делает рекламу ВКонтакте гораздо эффективнее, чем в той же сети Ротабан. Сеть Ротабан это биржа баннерной рекламы, если кто не помнит. Вообще, социальные сети начали двигать потихоньку и контекстную рекламу. Но окончательно ее заменить они, конечно, не смогут никогда. Но, естественно, без ложки дегтя здесь не обойтись, потому что в социальных сетях люди не ищут какого-то конкретного предложения. Они просто здесь проводят свое время, они здесь общаются, в каком-то смысле отдыхают. Поэтому выбирать серьезные тематики для продвижения через социальные сети не стоит. Например, такие как ипотечное кредитование или автокредиты. Ну, тут дураку понятно, что навряд ли человек будет искать здесь что-то подобное. Здесь это просто не сработает. А вот игровые и некоторые товарные офферы подойдут неплохо. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы с добавления площадок. И снова повторю. Прежде чем приступить к самой рекламной кампании, необходимо выбрать оффера. Критерием для отбора оффера для продвижения через социальные сети будет в первую очередь тематика. И не забывайте, что сама сеть ВКонтакте, она рассчитана на развлечение и на общение. Но в любом случае у каждого из нас есть свои интересы, то есть есть свои проблемы, которые надо решать. Другими словами, каждый человек в любой момент времени чем-нибудь обеспокоен. Даже такая вещь, как купить какой-то товар, в каком-то смысле является для человека проблемой. И он обеспокоен этим. Поэтому, если рекламная кампания предназначена для целевой аудитории, то она сработает. Ваша реклама, так или иначе, она привлечет пользователя. Потому что, еще раз повторю, что каждый из нас в любой момент времени обеспокоен своими какими-то делами. И увидев то, что касается его дел, человек моментально об этом вспоминает. Ну, это касается более-менее серьезных тематик. Если же речь идет об онлайн играх, то есть о развлечениях, то естественно здесь тактика другая. А именно, наоборот, максимально расслабить пользователя, что называется, усыпить его. Ну, это естественно в кавычках. Ну и достигается это все просто, даже элементарно. Путем использования изображений, которые мы вставляем для объявления. И естественно текста объявления. И вот теперь мы подошли к выбору самих площадок. Итак, пойдем от простого к сложному. То есть начнем с этого. И закончим этим. И первое, что нас будет интересовать, это тизерная реклама. В принципе, этот тип продвижения, ну, он ничем бы не отличался от тизерных сетей. Но, как я уже говорил, в настройках объявления можно задать очень гибкие параметры. То есть нацелить объявление на заинтересованного пользователя, а не на кого попало. Думаю, плюсы здесь всем очевидны. Итак, мы выбираем сеть ВКонтакте. Выставляем регион Россия-Украина. Можно поставить дополнительно другие регионы. Это опять же зависит от оффера. Но, как помним, не более пяти регионов. И далее в объявлении вставляем следующий план. Он будет тоже в приложении к уроку. То есть, что здесь звучит? Это выбор оффера, создание рекламной кампании для оффера, создание объявлений для оффера именно под социальную сеть ВКонтакте. И настройка эффективности объявления путем введения статистики и аналитики. И фильтрация трафика. То есть, сейчас вы уже должны спокойно понимать, как выполнять вот эти первые три пункта. Все, что касается настройки эффективности путем введения статистики и фильтрации трафика, будем разбирать в соответствующем блоке тренинга. И нажимаем «Добавить площадку». После этого нам нужно будет подключиться к выбранному офферу, не забыв при этом проверить, разрешен ли вообще трафик в социальных сетях. В большинстве случаев все офферы разрешают трафик в социальных сетях. Теперь мы можем приступить непосредственно к созданию рекламной кампании. Для этого заходим на сайт vk.com.ads. Ссылка на эту страницу есть в приложении к уроку. И перед тем, как непосредственно создать объявление, создается оно путем нажатия на эту кнопку, вам необходимо будет ознакомиться с правилами. Читать здесь немного. Написано здесь все понятным языком. И если вы не изучите, ну или хотя бы не ознакомитесь с данными правилами, то просто устанете набравлять вот это вот свое объявление на модерацию. Нигде в Рунете так придирчиво не относятся к модерации, как в ВКонтакте. Вам могут отказать по причине даже некрасивого изображения, что вы там переборщили с каким-либо цветом, или там не понравился текст объявления. И временами это даже раздражает. Но есть здесь и явный плюс. Такое трепетное отношение со стороны администраторов существенно увеличивает эффективность самих объявлений. То есть сеть ВКонтакте не превращается в стандартную рекламную площадку. Это значит, что пользователям реклама не надоедает, и они не перестают обращать на нее внимание. Поэтому читайте правила и соблюдайте их. И также скажу, что объявления на модерацию лучше отправлять в ночное время. Это касается вообще всех рекламных систем. Так как в это время модерацию пройти гораздо легче. Видимо администраторы сонные, неактивные, невнимательные. Модерируют объявления гораздо проще. Далее. Когда вы нажмете на кнопку создать объявление, вы попадете вот на следующую страницу. И давайте посмотрим, какие настройки здесь есть. Тип объявления мы пока пропустим. Дальше. Что рекламировать? Ну, естественно, выбираем внешний сайт. И ниже вставляется ссылка, куда будет направляться пользователь, переходящий по объявлению. Тут есть два варианта. Первый. Это установить адрес вашего лендинга. Если предполагается, что трафик будет проходить через лендинг, в этом случае, вот здесь будет отражаться доменное имя. Это еще одна причина использовать красивое имя, а не набор каких-то буквок. Второй вариант. Это вставить сюда партнерскую ссылку, которую вам дает непосредственно оффер. Если трафик предполагается направлять непосредственно к офферу. Далее идет пункт объявления. Ну, с этим вы уже знакомы, поэтому что-то подробно здесь объяснять мне, наверное, не стоит. Но опять же повторю, что модерация может отклонять ваше объявление даже из-за текста. Если им не понравится заголовок, если им не понравится описание. Они ваше объявление просто отклонят. Ну, в любом случае, то, что они его отклоняют, ничего страшного нет. Его можно сколько раз угодно переделать, доработать и все-таки отправить на модерацию. И в конечном итоге они его примут. Что касается изображений, то тут, как и в тизерной рекламе, то есть в тизерных сетях, картинка должна привлекать внимание. То есть она должна бросаться в глаза. И небольшое замечание по этому поводу. Давайте посмотрим это на конкретном примере. То есть мы уже знакомы с таким оффером, как «Все часы». Мы его однажды рассматривали в каком-то примере. И напомню, что это копии известных брендов, а не оригиналы. Так вот, подобные тематики, как копии часов, футболки с приколами, с прикольными изображениями, какие-то гаджеты, вот это все товарные офферы, и они довольно неплохо идут через социальную сеть ВКонтакте. Так вот, если вы выбираете изображение для товарного оффера, чтобы поставить вот сюда его, если вы выбираете изображение, то лучше непосредственно использовать изображение самого товара, предлагаемого товара. Не набирать его, как мы это делали в предыдущем уроке, в тизерных сетях, через Яндекс.Картинки, а сразу идти сюда и сохранять здесь картинку на свой компьютер, то есть выбирать ее. Так вот, если вы выбираете изображение для товарного оффера, то обязательно смотрите, чтобы предлагаемый товар, он непосредственно предлагаемый товар на картинке соответствовал тому товару, который будет на продажной странице. Также не забывайте про инструмент Deep Link, чтобы направлять трафика именно на целевую страницу. Это мы уже рассматривали. То есть смотрите, я допустим выбираю вот это изображение, нажимаю «Сохранить как». И после того, как я его сохранил, я его загружаю сюда. То есть здесь вот можно его подвигать, посмотреть. То есть как-то выставить. Нажимаю «Сохранить». Так вот, используя инструмент Deep Link, нужно сделать так, чтобы пользователь, перешедший по вашему объявлению, попал непосредственно на продажную страницу. То есть чтобы он увидел именно эти часы на вот этой странице. Далее мы видим охват целевой аудитории. И после нее идут настройки таргетинга. То есть вот тех самых гибких настроек, которые можно использовать. После того, как вы здесь что-то настроите, то вот эта цифра, она конечно изменится. Может стать, например, вот такой. И давайте кратко пробежимся по каждому пункту. Ну, в географии, думаю, все понятно. Смотрите, с какими регионами работает оффер и выставляете соответствующие настройки. Демография. Самое значительное поле в этом пункте – это возраст. Некоторые офферы в своем описании прямо четко указывают возраст своих клиентов. Можно ориентироваться на это. Ну, давайте ориентируясь на оффер квелли и заполним все эти поля, раз уж я к нему залез сюда. Трафик социальных сетей здесь разрешен. То есть я проверял, я это знаю. Поэтому никаких проблем здесь не должно быть. Итак, поднимаемся в начало. И верхнюю часть мы пока оставляем. И приступаем к заполнению параметров. Итак, тематика. Ну, естественно, мода. Подраздел одежда. Это обувь. Далее география. Опять смотрим в описании оффера. И тут прямо указаны города. Где лучше всего идут продажи. Вот их мы запоминаем. И заполняем сюда. Но я все заполнять не буду, чтобы не тратить время. За исключением. То есть какие-то города можно исключить. Далее идет настройки демографии. Пол. Видим, что преимущественно женщины. Возраст мы увидели от 25 до 45. Возраст мы увидели от 25 до 45. Далее интересы. Далее интересы. Здесь мы просто набираем те ключевые слова. Ну, или просто слова, которые нам приходят в голову, когда мы думаем об одежде. И из выпадающего списка уже начинаем отбирать что-то. Понятно, да? Как это делается? То есть тут надо интересов набрать тоже как можно больше и использовать тоже как можно больше слов. Категорию групп в данном случае можно пропустить. Далее поле сообщества и поле приложений и сайты. Здесь проделываем все то же самое. То есть собираем все, что как-то связано с модой, с одеждой. И так далее. И можно исключить какую-нибудь группу из сообществ, если вам не хочется с ней сотрудничать. Не хочется продвигать там свою рекламу. Далее. Мировоззрение. Ну, религия такая штука тонкая. Поэтому я ее даже не касаюсь. Следующая. Расширенная география. Здесь ничего заполнять не надо, потому что это, можно сказать, уже лишнее. И так просто для количества здесь задано. Ну, еще пропустил пункт путешественники. Это те люди, которые выезжают за границу и просто оттуда выходят в эту социальную сеть. И сомневаюсь, что находясь на отдыхе, человек будет что-то покупать. Поэтому оставляем это поле пустым. Далее. Образование и работа. В общем-то, единственное поле, которое здесь можно заполнять, это должности. Опять же, можно посмотреть в описании офера, что тут написано, что экономические факторы преимущественно это трудящиеся. 77% из них менеджеры офисной клерки, больше половины, и начальники отделов. Ну, и написано образование их. То есть, это все можно использовать для настроек. Ну, я обычно это поле не заполняю. Однако, если работать с какой-то узкой тематикой, направленной именно на специалистов, допустим, например, на бухгалтеров или главных бухгалтеров, то это поле, конечно, фильтровать стоит. Ну, и дополнительные параметры. Это совсем уже узкие настройки. Здесь можно задать не только браузеры, которые вообще есть. Там Chrome, Opera, Explorer, Opera Mini, мобильные какие-то устройства. Ну, и ввести сюда какие-то ключевые слова, которые пользователь набирает вот в этом поиске. Ну, это уже какое-то подобие контекстной рекламы. Ну, естественно, не то, что не один, но очень мизерное количество людей ищут здесь что-то целенаправленное. Ну, например, запрос купить одежду, он навряд ли здесь вообще когда-либо появится, потому что все, что надо купить, либо приобрести, люди идут в другие разделы, в другие вообще сайты. Поэтому, лично мне кажется, что заполнять здесь какие-то ключевые слова, ну, это просто лишнее. И особенно для тематики одежды. Ну, вот хотя с онлайн-играми эту процедуру можно провести, так сказать. И последний выбор это рекламные площадки. Выбирайте именно ВКонтакте, только ВКонтакте. Сейчас поймете почему. Итак, после всех этих настроек мы видим, что целевая аудитория у нас один человек. Почему один человек? Потому что мы выбрали одно приложение. Мы его удалим, сразу тысячи человек. Ну, естественно, города и регионы, да? Да, если их тут поубирать. Но их убирать наоборот не надо. Их можно заполнить, нужно заполнить их здесь как можно больше. Именно все, что связано с модой, с одеждой, со стилем и так далее. Да, эта цифра, она, конечно, увеличится на порядок. В идеале должна где-то достичь около 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч человек. В общем-то, не суть важна, какая целевая аудитория. Пусть лучше трафик будет качественным, чем он будет большим и пустым. Ну, то есть, отобрав все вот эти критерии и параметры, которые здесь есть, мы видим ту аудиторию, которой может быть реально интересно наше предложение. Теперь возвращаемся к созданию объявлений. И мы рассматриваем оффера как к вэлли. Перейдем к нему на страницу. И на сайте оффера я отберу интересные предложения, которые здесь есть. То есть, тут на сайте оффера можно прям посмотреть, какие тренды сезона есть. Я просто отберу несколько понравившихся мне изображений. Опять же, да, как в тизерной рекламе нужно выбрать несколько изображений, посмотреть, которые будут из них лучше работать. Ну, это, забегая вперед, говорю. И мне нужно сохранить их в отдельную папку. Конечно, поставить себя мне на место женщины навряд ли удастся. Но все-таки я попробую что-то подобное сделать. Итак, мне нужно сохранить картинку. Вот что-то подобное производим с несколькими картинками такими. Не обязательно именно это. Не обязательно именно обувь. Можно посмотреть что-то другое. И теперь нам нужно вставить эту картинку. Нажимаем загрузить изображение. Убираем файл. Вот смотрите, в таком виде, в котором она сохранилась у нас на компьютере, она не подойдет, потому что размер изображения объявления, он ограничен. При этом что мы делаем? Мы открываем текстовый редактор. И уменьшаем здесь размер изображения до требуемого. Какой он требуемый размер? А вот на 90, на 65. Не обязательно использовать именно этот редактор. Просто вы должны понять, что можно изображение как-то корректировать. В данном случае оно не красиво получилось. Поэтому чуть изменим, но вот так уже более-менее. Нажимаем готово. Закрываем. И сохраняем. Теперь оно уже имеет такой более-менее приемлемый вид. Нажимаем сохранить. Теперь нужно создать заголовок. Пишем. Ну вот такое объявление у нас получилось. С таким вот описанием, с таким заголовком и с такой картинкой. То есть все объявление почти готово. И не забывайте, что оно должно вести пользователя на целевую страницу. Используйте для этого инструмент DeepLink. То есть лучше сразу отправить пользователя на эту страницу продажную. Где он может моментально увидеть тот товар, который он видел именно в объявлении. Как это делать, вы знаете. Теперь вот подобных объявлений нужно составить несколько штук. Потому что вот как и в случае с тизинной рекламой, необходимо понять, какой из них, ну что называется, выстрелит. Естественно, нужно будет что-то поменять в настройках. Естественно, что-то нужно будет поменять в заголовке и в объявлении. Ну вот теперь подходим к так называемой последней фазе. Это задаем тип объявления. Их тут существует, ну, три. Но в нашем случае мы будем использовать только два. Нам нужны только два. Это оплата за переходы и оплата за показы. Теперь смотрим, сколько будет стоить оплата за переходы. Она составляет, ну, рекомендовано от 20 рублей до 35 рублей, да. Для арбитража, ну, это просто что-то ужасное. И работать с такими настройками, это просто бред. Но их надо использовать и ставить, допустим, цену здесь не 35, ну, где-нибудь процентов на несколько там ниже. Допустим, 17 рублей, да, за переход. Зачем это нужно? Потому что, когда вот вы только выставляете объявление, когда только запускаете его работать, нужно понять, насколько у него хорошие показатели CTR, то есть, насколько оно кликабельно. Это объявление, ну, и еще несколько таких же. Как только вы увидите, что какой-то из них дает более высокий показатель кликабельности, то необходимо будет сразу переключиться за оплату на показы. А те объявления, которые не дали нужного вам результата, их нужно просто удалить. И еще небольшое замечание. Обязательно ограничивать количество показов. До 100 показов на одного человека. Ну, понятно, что если человек сто раз увидел ваше объявление, не обратил на него внимания, не перешел по нему, значит, оно ему не интересно. И поэтому нет смысла показывать ему его больше 100 раз. Думаю, это понятно. Тут объяснять уже больше ничего не надо. Вот, наверное, все, что можно рассказать о геттинговой рекламе. То есть, какая она есть. Но это еще не все о рекламе в социальных сетях. Итак, как вы, наверное, заметили, помимо тизерного типа рекламы, есть еще реклама в приложениях и реклама в группах. Сразу скажу, что для арбитража для арбитража эти способы не подходят. Но, если вы помните, я говорил, что арбитраж в себе это далеко не все. Поэтому сегодня мы просто кратко рассмотрим, что же такое все-таки реклама в группах и как она работает. Итак, есть такой сайт, он называется public1.ru, где собрана статистика по всем группам и так называемым пабликам ВКонтакте. Здесь можно отобрать необходимые площадки по заданным параметрам. Вот эти параметры. Это тип, возраст, мужчины, женщины, количество подписчиков и так называемые уники. Уники – это уникальные посетители за сутки. Мы сейчас кратко рассмотрим, что это за параметры, как их отбирать. Но, прежде, перед этим, давайте откроем хотя бы один так называемый паблик. И я покажу вам, как здесь выглядит данная реклама. Ну, вот так выглядит один из лучших пабликов, на который подписано более 3 миллионов человек. Хотя, если честно, мне не совсем понятно, почему это так. Ну, да ладно. И так, вот можно заметить, что среди стандартных записей, которые здесь есть, есть вот такие вот рекламные блоки. Но это не совсем показательный пример, потому что это даже не совсем, так сказать, рекламный блок. Он просто рассчитан на то, что пользователи будут перекидываться в другое сообщество. Поэтому давайте посмотрим на другой пример. Вот так, например, выглядит рекламный блок. Здесь очень редко можно встретить каких-то вот именно офферов CPA, потому что, говорю, что данный вид рекламы, он не подходит для арбитража. Давайте теперь вернемся к сервису паблик 1.0. И первым, что мы здесь видим, это название групп или название паблика, который есть. Эта стрелочка – это ссылка на страницу статистики данного паблика. Здесь видно, сколько человек его посетили, какой у них возраст, где они проживают и откуда они сюда пришли. Здесь все наглядно и понятно. На что хотелось бы обратить ваше внимание. На вот этот вот график. Вот видите, да, какой здесь спад. Сейчас мы к нему вернемся. Давайте дальше пойдем в описание пока паблика. То есть здесь указан возраст его участников, количество уникальных посетителей за сутки, процент отношения мужчин и женщин, количество подписчиков, охлад подписчиков и последний столбец – это цена. То есть смотрите, общее количество подписчиков допустим в этом паблике около больше трех миллионов человек. Из них ежедневно на страницу этого паблика, то есть вот он, заходит всего лишь 100 тысяч человек. То есть они непосредственно попадают к нему. А вообще содержание этого паблика просматривает 642 тысячи человек. Допустим, в новостной ленте они досмотрят. Колоссальные цифры, если честно. Так вот, все эти параметры их можно отфильтровать и подобрать именно тот паблик, который нужен вам. Например, если вы нацелены на более-менее женскую аудиторию или наоборот на мужскую. Или вас интересует, какой охват есть у этого паблика. Так вот, чтобы разместить пост с рекламой на данном паблике, нужно его оплатить. И цена указана в последнем столбце. И вот смотрите, тут прямо написано, что когда вы его оплатите, то первый час он будет находиться на первом месте в новостной ленте. Ну, или просто в ленте. и удалиться через 24 часа после размещения. То есть, первый час ваша реклама будет находиться на самом видном месте. Так вот, если разместить свой пост вот в это время, то эффект будет нулевым. То есть, эффекта вообще не будет. И давайте объясню, почему здесь такой резкий спад. потому что сейчас время 5.00 по Москве. Поэтому запомните, что свои рекламные посты нужно размещать то ли вечером, когда вот эта статистика она пойдет вверх. И вообще, чтобы понять, когда происходит скачок посещаемости, он обязательно происходит, нужно предварительно в течение дня просто понаблюдать за статистикой выбранного вами паблика или выбранной вами группы. например, вы увидите, что 8 вечера посещаемость резко увеличилась. Значит, это то время, которое вам нужно. Что касаемо цены, то тут есть жесткая зависимость между именно ценой и охватом. смотрите, как образуется данная цена. Просто от охвата убираются последние две цифры. Так везде. Видно, да? То есть, больше деньги за размещение у вас запросить не могут. Меньше, да, могут, а больше никак нет. Ну, конечно, запросить могут, если вы не знаете вот этого, то вы, конечно, оплатите. Поэтому, если вы видите, что с вас пытаются потребовать больше, чем оно того стоит, то обращайте на это внимание и можете высказать свое возмущение. Ну, и для размещения рекламы необходимо связаться с администратором или с автором этого паблика или группы. его контакты всегда есть на странице данного паблика. И еще раз повторю, что для арбитража данный способ продвижения не подходит. Сейчас просто запоминаем его. Он нам обязательно пригодится, потому что арбитраж CP это еще не все. Ну, и под занавес урока покажу вам кейс, который реально работает. Кейс это набор вот всех этих параметров, которые мы рассматривали. То есть, всего вот этого таргетинга. Однако, тут есть один нюанс. Если на одной улице работает одно кафе, то это хорошо. Если же на данной улице работает 10 кафе, то это уже хуже. Думаю, все поняли, что я имею ввиду. Итак, сейчас весна, скоро лето и люди снимают с себя пуховики, шубы и прочую верхнюю одежду. Поэтому, мы подключаемся к коферу, который называется Все майки. Он продает футболки, майки, какие-то там аксессуары с так называемыми приколами. И помните, я говорил, что всякие шутки и прибоутки, они отлично подходят для сети ВКонтакте. Итак, что мы делаем? Первым делом мы переходим на... Ну, естественно, мы подключаем площадку, подключаемся к данному оферу. Видим, да, какие здесь майки продаются. И после того, как вы подключились к оферу, вам будут доступны вот такие вот ссылки распродажа толстовок. тут они прямо описаны. Итак, что здесь именно подходит? Это интернет-приколы, так называемые мемы. Вот она, ссылка. Наша партнерская. в данном случае мы не используем какой-то лендинг, а направляем трафик непосредственно. Также выбираем, что здесь может нам понравиться пользователю. Ну, я долго вас не буду, выберу избрание. Вот, допустим, черное, оно не очень бросается в глаза. Желтую уже как-то интереснее, да? Давайте сохраним это изображение и непосредственно уже настроим объявление. Итак, в данном случае тестировать здесь ничего не надо. С помощью оплаты за переходы оставляем оплаты за показы. Выбираем внешний сайт, который мы будем рекламировать. Ссылку берем отсюда. прежде чем придумать текст, загрузим сначала изображение. Здесь видно, как оно четко вписывается и подходит. Сохранить. То есть, вот так оно будет выглядеть. Ну и лучше посмотреть, что здесь можно написать. Видим, да, объявление уже приобрело тот вид, которым будет видеть его пользователь. Итак, выбор тематики. Наверное, развлечение и досуг. Нет, все-таки мода и одежда. Также тематику можно, в общем-то, не выбирать. Страна Россия, пол любой, а вот с возрастом надо определиться, это будет от 15 лет и до 23, потому что человек больше старшего возраста. в принципе, можно поставить и 25. Все, что старше 25, но вряд ли захотят носить такую футболку. Нет, конечно, люди и среди них такие. И в 30 лет такие футболки будут носить и в 35, но мы все-таки ориентируемся на большинство. И интересы. Интересы. Учусь. Да, выбираем. Универ. комедий клаб. Друзья. Студент. Комедий клаб по-русски. Дом 2 подойдет. Комедии. И так далее. Я не буду здесь все опять заполнять, потому что, в общем-то, настройки здесь гибкие, каких-то жестких условий нет. Ну и категории групп. Сообщества, приложения мы не трогаем, мировоззрения тоже не трогаем, путешественников не трогаем, ну и все остальное тоже мы не трогаем. Теперь браузеры и устройства. Выбираем Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari, планшета iPad, планшета Android. Ну и все. То есть, вот целевая аудитория получилась почти 2 миллиона человек. Теперь обязательно ограничиваем стоимость показа, называем свою рекламную кампанию, выставляем цену 3.96. Значит, можно поставить 3.7, чтобы было подешевле нам за 1000 показов. Все, кейс готов. Давайте повторим его снова. внешний сайт, партнерская ссылка сразу на лендинг в продаже данного товара. То есть, вот он человеку бросается в глаза. Текст объявления прикольной футболки 2013. Тематику я опустил. Изображение вы видели, как загружается. Напомню, что такое объявление должно быть в нескольких вариантах. Ну, допустим, зеленая футболка, да, оранжевая. можно кружку поставить и так далее. Дальше пол, любой, возраст, а, и семейное положение еще забыл. Не женат, влюблен, все сложно, в активном поиске. возраст, возраст от 15 до 25, интересы, учусь, универ, comedy club, друзья, студент, comedy club, на русском языке, надпись, дом 2, комедии, можно еще выбрать несколько интересов, например, не читаю, подойдет. Далее, категории, групп, друзья, студенческие советы, молодежные движения, юмор, ВКонтакте. И браузеры, стоимость перехода 3,7. Все, отправляем объявление на модерацию, сохраняем и отправляем. Ну, еще раз напомню, что использование подобного кейса не обязательно будет гарантировать вам прибыль, потому что одно дело, когда его используют, допустим, там несколько человек, другое дело, когда его начинают использовать все. Вы можете ориентироваться на что-то похожее, ну, прям конкретно сотрудничать с этим оффером, но какие-то выставлять свои настройки, отбирать их с помощью изображения, писать именно какие-то красивые надписи. То есть, с сегодняшнего дня вы уже можете приступить к так называемому арбитражу, потому что, как видите, стоимость здесь довольно-таки небольшая, адекватная, и какие-то там огромные суммы вы не потеряете. Все-таки надеюсь и верю в то, что вы не то, что не потеряете, и не то, что выйдете в ноль, а даже заработаете. Поэтому используйте вот эти настройки, запускаете рекламную кампанию и начинайте зарабатывать. Пока, пока, до встречи в следующем уроке.